Доброе утро, друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Я рада приветствовать всех, кто смотрит нас на канале Россия 1. Продолжаем наш утренний эфир. И сегодня мы с вами будем говорить о любви. Да-да, потому что без нее невозможно построить счастливую семейную жизнь, утверждают герои наших программ. А кто это будет, узнаем сразу после прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь-гроза. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Днем порывы 15-20 метров в секунду. Днем в горах порывы 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 13. В горах местами плюс 2, плюс 7. Днем плюс 19, плюс 24. В горах местами плюс 10, плюс 15 градусов. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 22, плюс 24 градуса. Итак, что же самое главное в семейной жизни? Трезвый расчет или все-таки искренняя любовь? Почему в России можно и нужно рожать детей? Ответ на эти вопросы узнаем в нашем следующем сюжете. Свою будущую жену Федор Чахиров, житель села Спарта, узнал сразу. Как только увидел Ирину, сразу понял – это его суженная вторая половинка. Вот только в Спарте девушка появлялась редко. 25 лет назад ее семья переехала на Кипр. И только на летние каникулы всего раз в году Ирина приезжала погостить к оставшимся родственникам. Жили на Кипре, приезжали на лето сюда. Бабушкам, дедушкам вот так и познакомились. Хорошая девочка, воспитанная, из хорошей семьи. Я жила на Кипре, я приезжала к бабушкам, дедушкам сюда. И вот он меня увидел и так и познакомились. Он жил здесь, и бабушка с дедушкой тоже здесь. И он как-то почти каждый день у них находился. Ну, проезжал, заезжал. Он как-то с ними близко. Ну, я тоже приехала, но он приезжает и приезжает. Но как-то мы вообще, не знаю, я даже не думала, что я ему понравлюсь. Однако от предложения Федора прогуляться по вечерам не отказывалась. В Спарте развлечений было немного. И общество обаятельного парня Ирину вполне устраивало. Им было интересно друг с другом. Каждый раз, когда девушка возвращалась на Кипр, его сердце сжималось от горя. Он мечтал о том, чтобы любимая всегда была рядом. Его мечта сбылась в 2014 году. Семья Кицировых вернулась на родину. Старики захотели. Когда переехала, мне здесь вообще ничего не нравилось. Когда мы переехали, это было... А, нет, я переехала летом. Еще не так как бы было. Но потом, когда наступила зима, я увидела этот снег, эту грязь. Я думаю, господи, как здесь люди живут. Вот это, да, было чуть тяжело. Но ко всему, мне кажется, привыкаешь. С переездом в Россию в жизни Федора и Ирины мало что изменилось. Виделись они по-прежнему не очень часто. Девушка поступила в Ставропольский педагогический институт. В Спарту приезжала редко. Но каждый раз все выходные проводила с Федором. Он узнал, что я уже приехала, нашел мой номер. Ну, позвонил мне, написал мне, не помню. Ну, наверное, написал, но не помню точно. Ну, и вот так. Если честно, я вообще первый год, когда я переехала сюда, я вообще не думала, что я замуж выйду. У меня были другие, как бы, учиться, учиться. Ну, было чуть тяжело, когда я переехала, язык, это все. Сначала надо было мне учить. Ну, и здесь бабушка тоже мне, ой, хорошие, хорошие, хорошие. Давай, давай. Мнение бабушки совпало с тем, что думала о Федоре сама Ирина. Она от всей души полюбила парня. Честный, добрый, работящий. С таким по жизни можно смело идти, надежное плечо. Когда Федор сделал Ирине предложение, она была на седьмом небе от счастья. Он сделал все очень красиво. Мы поехали в... У нас там Пятигорский парк, родник есть. Там очень все красиво. И он вот беседку, как бы, забронировал. Ну, было очень красиво. И он вот сделал там предложение. Хотя я не думала, я думала, что они собирались с родителями прийти к нам домой, чтобы познакомиться, чтобы мы уже думали, когда, ну, свадьбу сыграем. Сегодня многие молодые пары сначала хотят пожить для себя, посмотреть мир. У Чахировых были другие приоритеты. Они мечтали о большой семье, в которой всегда будет звенеть детский смех. Их мечта сбылась. Спустя год у Федора и Ирины родился первенец. Его называли Георгем, в честь дедушки. Пожить для себя можно и общаясь с человеком. И живите для себя тогда. А зачем тогда создавать семью? Для чего это все? Чтобы для себя жить? Я так не думаю. Дети – это продолжение рода человеческого. Продолжение семьи, продолжение фамилии. То есть, ну, это те, ради кого мы живем, можно сказать. Когда мы поженились, не знаю, у нас как бы в планах. Мы поехали в путешествие, как бы в Грицию мы полетели. Мы там две недели отдыхали. Ну, у нас не было такие цели, что мы сейчас объездим там весь мир, там, а потом дети. Нет. Мы как-то, может, в этом похожи. Мы сразу там семью, детей. Да. И через год вот родился Георгий, да. Для меня дети – это вся моя жизнь, наверное, не знаю. Это… Ну, я вообще, когда я и маленькая была, я всегда говорила, что у меня будет… У меня, ну, со стороны, как бы, родителей, у меня большая семья. У меня у бабушки много детей, как бы. Я росла с ними, я видела, что такое большая семья. И я всегда говорила, что у меня тоже будет, ну, большая семья. Это же весело, это, ну, счастье, я не знаю. Это круто, когда большая семья поддерживает друг друга. Вскоре на свет появился второй сын – Савелий, которого назвали в честь другого деда. Конечно, поначалу молодым супругам было непросто, но они не жаловались, а радовались каждому дню. Да и родные всегда были рядом. В них душа пела, глядя на молодую семью. Федор с Ириной жили дружно и счастливо. Сказать, чтобы скандалы прям такие сильные были, не было. Ну, там, зацепились, может, словесно из-за чего-то. И потом к общему мнению пришли и все. А кто первый мирился? По очереди. Когда, как. Я не люблю конфликты. Я не знаю, даже если мы как-то там зацепились, там, поругались, мы быстро как-то… У нас нет такого, неделю мы не разговариваем, неделю мы там… Нет у нас такого, мы быстро решаемся, конфликт все. У меня в семье такого не было. То есть у меня мама не такая, которая главная, и папа тоже у меня, как бы, у нас. Но я выросла в такой семье, которая у нас, как бы, я могу сказать, даже они… Ну, я их никогда не видела, чтобы они ругались. Но это все же идет от семьи, мне кажется, какая-то… Поэтому у меня с этим… Не знаю. Я не люблю ругаться. Мы по-настоящему счастливы, говорят Федор и Ирина. Для этого у нас есть самое главное – семья, дети. Кстати, в отличие от многих своих сверстников, Чахировы считают, что детей в семье должно быть много. Бог даст, будет трое четверо, будет пятеро, Бог даст, будет больше. Супруги Чахировы, хоть и молодые, но трезвомыслящие, силы свои рассчитывают. Федор строит канатные дороги, хорошо зарабатывает. Да и у Ирины специальность востребованная. Учителя иностранного языка всегда нужны. Ирина уже работала в школе, ее там ждут. К тому же в России многодетная семья пользуется многими льготами. Хороший стимул для родителей, считает Ирина. Уже, мне кажется, для меня здесь все хорошо. Как бы я и даже не думаю вернуться обратно. Материнский капитал на Кипре нет такого, у них пособия нету. Там декретного отпуска нету, там, то есть ты вот родила три месяца вот с ребенком, и все, и потом выходишь на работу. А здесь три года можешь сидеть. И, по-моему, сейчас уже говорят, что можно уже написать и до шести лет, по-моему, если не ошибаюсь, что-то говорили. Да, здесь очень много плюсов. И, мне кажется, и здесь, как сказать, коммунальные, не столько, сколько, допустим, на Кипре. Вот я как бы, у меня тетя там осталась, мы с ними там общаемся. Там очень все дорого, очень. Но все поняла, сцены. А здесь у нас, не знаю, здесь у нас хорошо. Я не вижу здесь, что как бы кто-то жаловался, я не слышу вот из моего круга там. Все работают, все зарабатывают, все живут. В Чахирове тоже живут неплохо. Ирина занимается детьми. Федор много работает, чтобы семья ни в чем не нуждалась. На жизни вполне хватает. Рядом любимый человек. От ленивых и горы можно свернуть. Поэтому те, кто строит свой брак по расчету, а это в нашей жизни тоже случается, несчастные люди, уверенные супруги. Не нужно смотреть, там, у него есть вот это, вон то, там, или машина, деньги, то или другое. Можно и на это смотреть, а можно и смотреть на то, что нравится человек, там, воспитанный, хорошая семья. Другие личные качества. Любовь не купишь, а материально можно, если постараться, все будет у человека. Ну, это большое счастье. Ну, как ты, как бы, замуж выходишь до любимого человека, который ты выбрал, семью создаешь. Чтобы жить счастливо, нужно жить просто. Нужно понимать друг друга. Нужно слышать друг друга, кто что хочет. Нужно много разговаривать. А самое главное, надо любить. Когда ты любишь человека, когда вы любите друг друга, мне кажется, не знаю, все можно решить. И жить счастливо. Ну, а мы продолжаем говорить о семейных ценностях. И разговаривать мы будем с нашими гостями, которых с удовольствием и представляю. Это Жанна и Мухаммед Лиевы, которые приехали к нам из Заула Нового-Хумаринского. Недавно в Карачао-Черкесии проходил конкурс «Семья года». И вы стали там победителями в номинации «Сельская семья». С чем я вас и поздравляю. Спасибо. Вы вместе уже 15 лет, у вас четверо детей и все мальчишки. Но так как, дорогие зрители, сейчас очень горячая пора, старшие сдают экзамены в школе, поэтому приехали к нам сегодня в гости в студию младшие братья. И как вас зовут, давайте познакомимся. Ансар. И? Рашид. И Рашид. Ансар и Рашид. Очень приятно. Я хотела бы нашу беседу, Жанна, начать с того, немножко отмотать 15 лет назад, как появилась ваша семья. Это что, была любовь с первого взгляда? Или вы долго встречались, присматривались друг к другу? Как это произошло? Мы с ним познакомились в 2006 году в институте. Вместе там учились, там же и познакомились. Ну, повстречались 3,5 года и поженились только в 2009 году. 5 июля, я еще помню. Ну, а скажите, вы встречались 3,5 года, это время все присматривались? Или вы сразу поняли, что Мухаммед будет вашим супругом? Я сразу поняла. А Мухаммед? Ну, наверное... В первые годы, наверное, не думал об этом. Просто нравилось? Да, можно сказать так. Но потом вы все-таки решили, что Жанна будет вашей супругой. Нет, я понимаю ваш выбор, конечно, как очаровательная супруга, но тем не менее, девушек красивых и умных вокруг много. Почему именно она? Ну, видимо, со временем понимаешь, что это твоя вторая половина, что с этим человеком тебе легко. Когда понимаешь друг друга с полуслова, даже, можно сказать, без слов, ну, наверное, у нас тоже так было. То есть можно подытожить, что семья ваша создавалась по любви взаимной, да? Да, конечно. Прошло 15 лет, у вас четверо детей. Скажите, многие вот сейчас молодые люди, создавая семью, говорят, нет, поживем-ка мы сначала для себя, не будем мы торопиться детей заводить, надо мир объездить, все увидеть, а у вас за 15 лет четверо детей. Это было ваше обоюдное желание, чтобы в семье было много детей, или так получилось? Честно скажу, мы ни разу не задумывались на счет вопроса, поживем для себя. Мы решили, создали семью, значит, надо уже рожать детей. Ну, и все. Как-то после двоих, как и все, наверное, решили пойти за третьим, родить третьего. Ну, и получились двойняшки. Ну, наверное, так подозревая мама хотела, наверное, дочечку все-таки, да? Бантики, косички заплетать, да? Ну, наверное, да. Мухаммед, а вы не говорили, вот, ну, как-то жизнь там тяжелая, нет, вот, давай двоих там, и хватит. Вы были за? Да, я был за, и у нас в семье не было разговора именно насчет детей, что жизнь тяжелая, и там хватит одного ребенка, или двоих детей. У нас этот вопрос не вставал. И, я не знаю, как-то мы не задумывались насчет этого. Ну, вы еще молодые, а вдруг пятый тоже будет? Не, ну, вот сейчас уже можно задумываться, что жизнь тяжелая. Что уже все, можно остановиться. Да, уже, наверное, да. А дочечку? Ну, ничего страшного, четыре сына тоже. Я представляю, как вам весело. Четыре сына, мужчина в доме, пять мужчин в доме. А учитывая то, что вы живете у Аули, наверняка у вас есть и личное какое-нибудь подсобное хозяйство, да? Конечно. У нас кролики, куры. Ух ты. И огород еще. Огород, сад, все есть. Ну, вот теперь скажите мне, Жанна, вы работаете в детском садике методистом. Супруг военнослужащий. А как вы управляетесь этим хозяйством? Там вообще кто-нибудь помогает? Мама с папой тоже у нас. Ну, мы всей семьей живем. А так все после работы, как обычно, собираемся. Старшие сыновья с отцом сразу. Кроликам мы в курятник. А так по сезону сразу все в огороде. Кто сад поливает, кто сад траву косит. Мы все вместе. Все вместе, да? И даже наши сегодняшние герои, Ансара с Рашидом, тоже помогают? Или они пока только присутствуют? Они пока присматриваются. Как что делать, да? Бывает, тоже помогают, но да, в основном присматриваются. Вот я хотела вас спросить, раз вам дети помогают, это происходит естественно? Или вам приходится говорить, а ну-ка, давайте там старшие пошли в огород, там, за кроликами. Я почему спрашиваю? Не знаю, сталкивались ли вы с такой ситуацией. В городе сталкиваются. Родители что делают? Дети-то такие прямо маленькие боги. На них молятся. Ну, большинство молодых родителей. Детям позволяют все. На блюдечке тебе вот тебе завтрак принесли. Чай ложечкой сахара размешали. А потом, когда родители говорят, нужно вынести мусор, помыть полы, большинство живут в квартирах, да, сходить в магазин, дети им заявляют, не обязан. То есть они очень хорошо знают свои права, обязанности плохо. Потом они, конечно, делают, но приходится на них прикрикивать. Это вот такая реальность сегодня. Поэтому скажите, Мухаммед, вот вы, может быть, как папа говорили, ты пойдешь и сделаешь. Как вы приучали детей к труду? Или это само собой происходит? Ну, дети тоже разные. Кто-то, ну, не то, что кто-то, кому-то не нужно говорить, что там что-то надо сделать. Там кто-то, допустим, со мной постоянно по дому один из сыновей, можно сказать, он с малых лет, вот как ходить начал, он постоянно за мной, куда бы я ни шел, как бы, ну, он всегда со мной. И он как бы уже знает, что у нас там или в саду, или там где-то что-то, все равно что-то нужно делать. А кому-то нужно объяснять. Но в любом случае, пока они маленькие, в любом случае, им нужно объяснять, что нужно что-то делать. А у нас, так как и семья большая, и в ауле всегда работы много, ну, надо сказать, хотят этого они или нет, но в любом случае, каждый свою порцию работы получает. Спасибо вам за это. На старости лет будет вам помощь и опора, да? Вы вместе 15 лет. Но, к сожалению, в нашей жизни происходит так, что молодые люди не успели пожениться. Смотришь, тот же ЗАГС уже через 3-4 месяца, там, через год приносят заявление о разводе. Как вы считаете, почему так происходит, Жанна? Я считаю, брак – это реально тяжелый труд. Это нужно научиться уважать человека, в первую очередь. Иметь терпение. Уметь подстраиваться под этого человека. Пытаться, ну, надо попытаться сохранить семью. Каждый может разрушить это. Что в этом, ну, такого дайте так взять. А так, я считаю, прислушиваться друг к другу. Слушать, слышать, слушать друг друга. Это самое главное. Уважение. Взаимопонимание. Если вот это все, все эти факторы присутствуют, то, мне кажется, сохранить семью – это можно. А как вы считаете, Мухаммед, почему вот настолько разводов? И что нужно сделать, чтобы семья была счастлива и сохранялась на долгие годы? Насчет разводов я не смогу сказать, почему люди разводятся. У каждого своя причина. Не могу сказать. Но, я думаю, когда уже люди поженились и живут вместе какое-то время, да, ну, я думаю, все-таки нужно уметь друг другу говорить, как есть. Ну, если в жизни получают, ну, что всю жизнь всякое может произойти. Кто-то, кого-то что-то не устраивает, там, каждый со своими недостатками. Есть недостатки, которые, я думаю, на которые можно закрывать глаза. Но есть моменты, которые нужно говорить. Не замалчивать, а просто говорить, как есть. Чтобы супруг или супруга могли вот эти качества как-то в себе перебороть. И дальше, чтобы вот этот негатив не влиял. В общем, разговаривать друг с другом. Говорить так, как есть. Ну что ж, спасибо вам за вашу мудрость. Спасибо вам за то, что приехали к нам сегодня в гости. Я желаю вам, Мухаммед и Жанна, терпения и здоровья. Оно вам понадобится. Детей на ноги поднимать, это все-таки очень нелегкая ноша. Вот, вашим детям процветания, здоровья, счастья всей вашей семьи. Спасибо вам. Ну что ж, дорогие зрители, наша программа подошла к концу. Надеюсь, вам было с нами интересно. Берегите своих близких и будьте счастливы. До новых встреч в эфире.